В этом мире это непонимание, они не понимают друг друга. Сегодня мы поговорим о других моментах, о преодолении трудностей, о том, как быть успешным в отношениях, что портит отношения. Сегодня, вчера, когда я уже был никакой, меня поймала возле лифта одна девушка, и она мне задала вопрос, почему я не могу быть успешным в отношениях, почему у меня всегда рушатся отношения. У меня не было сил сильно отвечать, но я понял, что ей надо ответить, потому что она действительно не смогла бы установить отношения, если бы она не получила этот ответ. И я также хочу его сказать всем остальным. Это очень важно. Дело в том, что человек по природе, он очень щедрый. внутри себя, то есть любой человек, если он наскроен искренне, он хочет служить близкому человеку, заботиться о нём, отдать себя полностью. И, в принципе, это желание очень правильное. Только сразу возникает только один вопрос. Как это сделать, чтобы близкий человек не пострадал, чтобы не было никаких трудностей у меня и у него потом? И ответ на этот вопрос, он очень глубокий. Я и вкратце сказал, но на самом деле проблема заключается в том, что желание любить, оно бесконечно по своей природе, оно очень глубокое. Желание любить очень глубоко и хочется выложиться в этом вопросе. Реально, если человек чувствует, что ему кто-то нравится, он хочет выложиться, то есть он хочет отдать себя. И здесь есть одна проблема. Проблема заключается в том, что вообще энергия любви, она имеет такую природу движения по кругу, циркулировать она должна. То есть если человек так сильно как бы себя отдает, то он должен увидеть обратную связь. То есть он должен увидеть то же самое, чтобы сделал тот человек, ради которого он это делает. Иначе будет очень сильная боль. То есть если человек выкладывается сильно, он отдает такую глубокую составляющую в своей жизни, что потом, если её не вернуть, то будет катастрофа. То есть будет очень тяжёлое чувство внутреннее, которое трудно потом вытащить из сердца. И из-за этой причины большинство людей, они, ну, пару раз так попробовав в жизни, они потом боятся это делать. Они не хотят рисковать. Не то, что они не хотят служить, они рисковать не хотят просто. И почему же это приводит к такой катастрофе? Катастрофе приводит. Причина заключается в том, что есть такое понятие «любовь-вера». Ну, то есть есть любовь-обязанность, есть любовь-наслаждение, а есть любовь-вера. Любовь-вера — это самое сильное чувство на Земле. Если человек её испытал, эту любовь-веру кому-то, допустим, к человеку, то я могу предсказать сразу две вещи. Первая вещь — этот человек никогда с ним жить не будет. Потому что если мы прилагаем любовь-веру к человеку, то человек это выдержать не может. И второе я могу точно предсказать, что если мы так сильно как бы вкладываемся в человека именно, то, несомненно, мы его портим. Несомненно, мы его портим. Ну, то есть первое, что он точно не будет с тобой жить, потому что... Не потому что ты плохой, как бы, и не потому что любовь-вера — это плохо, а потому что ты не выдержишь реакции и унизишься перед этим человеком, станешь очень слаб рядом с ним. Ну, то есть ты вложишься в него, а ответ назад такой же. Никогда ты не сможешь получить. Причина заключается в том, что мы... Ни один человек на земле не может принять в своё сердце любовь-веру. Ну, то есть такую любовь... Вот, допустим, если мне люди говорят... Олег Геннадьевич... Сегодня одна девушка мне говорила... Олег Геннадьевич, я так, так, так вам благодарна. Ну, то есть... Очень сильно она говорила. И я в это время всё перенаправлял на своего наставника. Есть причина, почему человек должен так делать. Потому что у него есть только два варианта. Или он отдаёт наставнику, или он начинает чувствовать себя Богом. Ну, потому что если любовь-веру человек на себя принял, какой-то человек, то это значит, что он... вскоре потеряет себя. Потому что он поверит, что в него можно верить. Это страшное чувство. Человек начинает думать, что он превосходит всех остальных. Ну, вот это и происходит с близким человеком, когда рядом с ним любовь-вера возникает, то у него два варианта есть. Или пренебречь этим человеком. Потому что иногда это вызывает чувство отвращения. Когда человек так вот к тебе настроен, это может вызвать чувство отвращения. И пренебрежение. Потому что человеку самому хочется любить. А когда так человек настроен, то... или он точно так же человек отвечает тем же самым, что очень сложно. Потому что мы корыстные люди. У нас сердце не настолько чистое, чтобы сразу на любовь-веру ответить. или второй вариант. Человек принимает любовь-веру означает наслаждается властью над другим человеком. Это сразу разрушает любовь. Сразу. Вот такое принятие. Потому что тому человеку, который любовь-веру применил к человеку, ему придется в этом случае унизиться. Ну то есть, когда перед тобой Бог, но он Богом не является, то тогда в этом случае тебе надо унизиться, потому что он гордится собой этим человеком. Рядом с гордостью может жить только унижение. Рядом с гордостью нормальное состояние в человеческом сердце жить не может. Только унижение. Поэтому, если любовь-веру мы применяем к человеку, то у него есть только два варианта. И лучше ему сделать первый. Это просто отказаться от отношений. Ну так обычно люди делают. Потому что если он начинает себя Богом считать, еще хуже. Потому что человек унижается дальше, дальше. И ему придется потом самому отказаться в ужасе от этих отношений. Потому что дело доходит до того, я видел эти, мне рассказывали про эти случаи, что мужчина приводит другую женщину в дом и говорит, она будет жить со мной, приходить ко мне, а ты будешь лежать рядом и смотреть. Потому что ты недостойна меня, а я тебе пожертвовал себя. это не извращенец, это он просто, она его, ну, она его так приучила. Она любовь-веру, веру в него вкладывала, и он так начал думать о себе. Она поила его ядом. Я вам расскажу, как надо чувствовать близкого человека, чтобы было счастье, чуть попозже. Мы сейчас эту тему давайте как бы раскроем глубже. Ну, любовь-вера не всегда, ну, то есть, любовь сама по себе, вот, любовь не всегда приводит к поражению. Понимаете, можно быть очень сильно настроенным, бескорыстно к человеку, но это совсем другое чувство, это не любовь-вера, потому что любовь-вера означает, что я жду назад взаимности, взаимности, обмена вот этой в любви. Обмен любви, вот такой чистый, бескорыстный, бывает только с Богом. Поэтому любовь-вера, она принадлежит Богу, в нашем сердце должна. Но большинство людей рождаются на земле, веря в людей, а не в Бога. То есть, мы мечтаем как бы о чём? Вот, допустим, вот смотрите, вот это называется вера в людей. Это искренняя как бы вещь, это наши чувства, но мы, это чувство приложимо к людям именно, мы верим в людей, понимаете? Мы ищем человека себе, а не Бога. И поэтому, мы к нему прилагаем любовь-веру, и поэтому, прежде чем человеку жениться, ему надо сначала обломаться сильно в жизни. Так обычно и происходит. Ему надо вот эту любовь-веру и от неё сильную боль испытать сначала. Понимаете? Первая любовь моя земная, утро моих глаз. Ну, то есть, надо испытать вот это. Но мы ищем человека именно, мы не ищем Бога. То есть, люди все на земле верят в людей. Они ищут человека себе, и в этом серьёзная ошибка. Понимаете? Потому что человеку надо служить, а не верить в него. Ну, это другая совсем тема. Любовь обязательно есть между людьми, но она другую природу имеет. Я сейчас её объясню тоже. А сейчас немножко песню послушаем. О нас. Человек, который учится жить, он очень искренний, хочет любить. Каждый человек хочет любить, очень искренний. И обязательно этот человек, он своё чувство вот этой любви испытает на другом человеке. То есть, он обязательно полюбит кого-то со всей силы в своей жизни. Может быть, в таком детском возрасте, может быть, в юношеском. Он со всей силы обязательно кого-то полюбит в жизни. И обязательно потеряет этого человека. потому что человек такую вот любовь-веру выдержать не может. И потом эта любовь-вера в него останется в сердце навсегда о человеке. Он будет вспоминать и думать, почему ты не принял мою любовь-веру? Почему ты тогда не понял моё чувство? Почему ты не ответил назад? Ведь это искреннее, сильное чувство и честное было чувство. Почему ты не воспринял всерьёз человек? Почему ты не воспринял всерьёз моё чувство? Неужели ты меня не понял? Неужели ты не такой человек, как я о тебе думал? Я не могу в это поверить, потому что я чувствовал тебя культивировать в отношениях с Богом. Потому что Бог бескорыстен по природе. И Он, сколько мы бескорыстного чувства, вот этого, импульса вложили в Него, столько Он отдаст назад. Не будет никакой осечки. Никакой осечки. Если говорить об отношениях с человеком, с человеком, то, чтобы эти отношения строить с человеком, нужно вкладывать в человека бескорыстное чувство, не ожидая от него ничего взамен. невозможно так сделать, если человек не имеет запас благодарности. Поэтому, воистину, если человек не испытал бескорыстного чувства в отношениях со святостью и с Богом, и не накопил в себе вот этого счастья, этих отношений, он вложиться близкого человека не сможет. Понимаете? То есть вкладываться близкого человека означает делать то, что ему нужно в жизни. Каждый человек должен когда-нибудь в своей жизни понять, что вот мы вдвоем живем много лет, ну хотя бы один человек из нас должен быть счастливым. Есть только у меня один вариант, это сделать счастливым тебя. Себя я сделать счастливым не смогу. Это невозможно. поэтому человек просто молится Богу, если он знает правила, он думает о Боге, накапливает чувства, счастья, удовлетворенности в отношениях и просто радостно дарит человеку то, что ему в жизни нужно. А что ему нужно, надо понять. И вчера мы всю лекцию посвятили этому. Мы поняли, что нужно близкому человеку. здесь в этом понимании, если кто-то внимательно слушал, есть одна проблема, которую я вчера не озвучил. Проблема заключается в том, что если вы так будете жить для близкого человека, у вас не хватит сил, потому что очень трудно так себя вести с близким человеком, я вчера описывал. Для этого много душевных сил надо, потому что он же не оценит это прямо вот так вот сразу. Ты можешь вкладываться долго, прежде чем он оценит со времени, но не сразу. Сначала он вообще не поверит в это, потом он будет присматриваться, потом благодарность рано или поздно придет в его сердце. Это первая капля любви или взаимности благодарности. Но поймите, чтобы вы не сгорели до этой капли первой, нужно всегда близкому человеку служить. С нейтральным сердцем. Это называется нейтральные отношения, невзаимные. Запомните, на земле, на этой земле и вообще в этом мире между живыми существами нет взаимных отношений. Есть нейтральные отношения. Нейтральные отношения означают, что они со временем могут стать взаимными. Но для этого нужно много времени. Но даже если они станут взаимными, ты все равно не можешь применить те отношения, которые тебе хочется применить близкому человеку. Нам хочется на полную катушку любить, понимаете? На полную катушку, чтобы взаимность была очень сильная и чтобы она возрастала. так устроено сердце человека. Мы не можем любить просто так. Нам нужно сильно любить. И эта любовь, которую мы имеем в своем сердце, принадлежит только Богу. Она не принадлежит никому, кроме Него. Можете проверить. Если вы не верите мне, можете проверить, полюбить кого-то и очень сильно обломаться в жизни. дурманом сладким веяло от слова твоего поверила, поверила и больше ничего. Один раз в год сады цветут, один раз в год весну любви один раз ждут. Всего один лишь только раз цветут сады в душе у нас. Один лишь раз. То есть один раз человек может так сильно обломаться. Один лишь раз. второй раз когда он начнет любить он будет побаиваться этого чувства потому что он поймет что дальше будет. Он уже будет это понимать. Но когда человек полюбил Бога он никогда не обломается. он тогда этот человек имеет право иметь взаимность с человеком. И эта взаимность достигается с помощью длительного времени. Нужно делать то что хочет человек также параллельно его воспитывать. Потому что воспитание вернее оно более позднюю стадию имеет. То есть ты начни сначала делать то что хочет человек близкий. И в тот момент когда капелька благодарности вырвется из его сердца за то что ты так себя ведешь с ним. Потому что это же беспрецедентное поведение. Допустим девушка там я хочу то хочу все там а он да но при этом не унижается перед ней. Он остается сильным достойным и делает как она хочет просто по своему желанию. Не потому что он сильно влюбился в нее не потому что он зависит от нее не потому что у него любовь вера а потому что он знает что этот человек со мной должен быть счастливым. и поэтому перед ней ля-ля-ля вот так вот заботится. Она конечно будет наглеть в это время. То есть она я то хочу а это а еще больше хочу как бы теперь иди сходи к золотой рыбке в просе у нее все ее царство. Это природа человека она бесконечна. Если мы видим что близкий человек старается для меня то ясно что мы будем ну жена хорошо мужа приготовила он потом придет к психологу и тот скажет ну тебе по судьбе так положено чтобы так жена тебе готовил и когда жена в следующий раз не приготовит так хорошо потому что он подумает что-то от него благодарности нет никакой вообще я тут упахиваюсь как бы стараюсь а он просто жрет и все и ноль эмоции вообще вот и он скажет а ты что мне не приготовила нормально мне по судьбе положено чтобы мне хорошо готовили она будет ну вот обнаглел вообще капец знакомо же да ну всегда это всегда знакомо любой человек даже самый маленький никто не хочет наглеть просто допустим маленький ребенок мама ему сисю дает он как бы месяца два уже привык и когда сиси нет он такой такой сися пришла он такой вот так моя сися а если второй ребенок рождается он ревнует ему год допустим второй родился он его ревнует того маленького не дает ему он к сисе лезет от этого как бы отнимает моя сиса все ну это природа человеческая то есть если бы она была другой маленькие дети бы наоборот как бы сисю как бы жертвовали жертвовали более маленькому ребенку ну такого же не происходит правда дети дерутся и сам мамы такие ревнуют как бы себе внимания требуют такие разборки идут капитальные вообще природа как бы такая человеческая ничего не сделаешь мы очень эгоистично относимся к любви когда мы ее чувствуем мы начинаем привыкать к ней требовать себе любви все так устроен человек но есть одно но которое вы должны знать это но является выходом если человек не унизился в любви а это может быть только в одном случае вот смотрите если я любовь применил кому-то сильную вот любовь веру это самая сильная любовь это ну знаете самое сильное чувство и самое сильное ожидание в сердце человека я применил к Богу допустим любовь веру и получил назад по полной программе вот как положено я не разочаровался наполнился это чувством наполнился и у меня хватает на всех в результате мать мне не жалко кому-то подарить любовь но в этом случае если кто-то взаимность не ответит я к нему без претензий потому что взаимность я получил от кого-то другого человеку не надо получать от двух или от трех людей взаимность ему достаточно только одного всегда понятно да поэтому если человек от Бога получает взаимность он может нормальной жизнью с людьми жить то есть он может вкладываться и в этом и дальше не унижаться и вот смотрите интересно знать что такое бескорыстное служение бескорыстное служение это ты когда вложился в кого-то и не унизился потому что унижение или обида это есть корысть ну почему человек обижается потому что назад не получил это корысть а если ты как бы сделал приятное человеку и при этом зная зная что назад не получишь столько сколько надо и при этом ты нормально к нему относишься понимаешь потому что он человек он не может взаимно себя вести не может это называется бескорыстное служение запомните если человек применил такое служение близкому человеку то бог в сердце этого человека отдаст благодарностью а благодарность в жизни всегда исходит только от бога если ты кому-то реально благодарен то это только от бога исходит это бог его сердце тебе обратную связь дал теперь смотрите что происходит человеком у человека пойду как только к нему начинают так относиться искренне то всегда хочется этим попользоваться но это же приятно вот а в сердце если этот человек не унижается после этого не унижен то в этом случае у бога возникает благодарность ну то есть сердце у человека в сердце господь благодарен ты хочешь наслаждаться этим служением а в сердце у тебя к нему такое чувство это необычный человек я такого человека в своей жизни больше не встречу этот человек не унижается передо мной он искренне хочет чтоб я был счастлив это называется благодарность то есть господь дает знание такое об этом человеке тебе теперь если благодарность возникла ну то есть ты искренне служишь потому что у тебя есть на это силы запомните то кто не служит богу не имеет таких сил потому что он взаимности не получил но если маленький ребеночек накушался молока и он очень сытый то и он видит лялька как бы лезет он думает ну ладно пусть сосет ну примерно так понимаете то есть если человек наполненный то он ну ему легко быть бескорыстным понимаете как меня сегодня накормили вот хорошо суду это в обед я вообще не привязан к пище сейчас видите конфет начал раскидывать я про завтра ничего не говорю просто про сейчас ну то есть и наполнить человек кому как бы нормально может отдавать но когда человек богом наполненный он бог очищает человека и он вообще может очень бескорыстно отдавать по-настоящему честно я зачем вам так это подробно объясняю сейчас вам расскажу большинство людей боятся очень сильно отдавать потому что они в на видят в ответ наглость и видят что близкий человек наглеет если вы просто сами будете так делать обязательно наглеет но если вы служите богу думаете о боге и ради бога делайте для человека ради не просто вот потому что вы понимаете ради чего-то должно ну-ка что такое бескорыстие человек не может без взаимности вообще жить вот и допустим что-то кому-то сделал все равно тебе нужно ну чё-то назад понимаете и если ты говоришь ради бога я тебе делаю то назад ничего не нужно вот представляете вот просто говоришь ради бога я тебе готовлю ради бога я тебе служу стираю ради бога я это делаю тебе и скажешь сразу чё это почему ради бога не ради меня потому что если ради тебя то тогда ты тоже давай назад ну понимаете да чем я говорю ну то есть бог всегда назад даст и поэтому есть такое понятие бескорыстное действие что это значит это значит я действую во имя бога и бог мне назад отдает и это означает бескорыстное действие потому что без взаимности жить невозможно в этом мире бог отдай нет там другое у бога чистое чувство бескорыстное и у тебя бескорыстное к нему это любовь называется там нет корысти есть корысть это когда ты требуешь любовь а от бога требовать не надо потому что он отдает сразу и ты ему отдаешь сразу и он тебя от тебя не требует бог вообще никогда не требует любовь от нас вообще никогда а они не бескорыстно ему служили потому что если бескорыстно они бы так не говорили если бескорыстно богу дал а если человек корыстно служб бог не дает он потому что не дурак он понимает кто есть кто и чей кто чем занят